повезли ксения кидать мячик наглоталась чего-то наглоталась какого энергетика таблетки все по таблетку соли таблетки со своей сеньки чутцы кэш вот чутцы кэш ну ничего все взяла высыпал окошко думаешь я бы смог ну у меня все дела я тебя возьму ты вправо всех не тоже в смысле детали ты бы меня не смогла вызвать куда студенческую машина потом направо от качей налево восточная так там по восточной до малышева на малышево налево на гагарина из гагарина на пивомашку и там уже можно открой мне морсик конечно он у меня у меня конечно они подожди трубочку 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 потому что увидел своего дага бородатого то есть я даг да да я не даг у меня усы есть а почему тебе даги нравятся ты меня облила да аккуратненько не сжимай я не тут облился давай тебя лапать грязная женщина не тут где то там сегодня поедем в суд подали на меня иск исковое заявление хотят взыскать больше 18 тысяч рублей на самом деле истец не выполнял свои обязательства но я не оформил все вовремя все все бумажки и поэтому у него появились возможности взыскать ну посмотрим может быть получится сегодня отложить заседание затем привести свидетеля в суд следующее следующее заседание и получить ответы официально от управляющей компании посмотрим попробуем выйти сухими из воды и не платить мудакам которые не выполняют свои обязательства по договору сходили в суд очень упертая женщина истец которая невероятная она причем не очень хорошо разбирается в том что там происходило знает все только по каким-то глухим телефончиком это объяснил судье позицию нормально я думаю она поняла что правда за нами документ с документами конечно это пока сложно но тем не менее одобрила оба ходатайства приняла и о вызове свидетеля который проводил проверки и о перенесении дела чтобы я успел получить ответы от управляющих компаний которые занимаются как раз размещением рекламных стендов этих если они ответят что истец наш не подписывал с ними договор в то время то соответственно у суда будут все основания считать что на законных основаниях истец просто напросто свои обязательства выполнить не мог заседание назначили через месяц почти то есть через три недели 1 сентября все пойдут в школу а мы пойдем в суд с Димоном привет мелкий пристегивайся пристегивайся что че это нормально ну ты рули а не я разберусь как я без твоих как дела нормально деньги взял сколько я бы сейчас смешно мог зарифмовать я понял очень ровно струнно мелкий куда едем что-то как-то без энтузиазма сказано да да тяжелая жизнь нынче в одиннадцать лет ну и че как с Трисой тобой здесь коротко коротко все это вчера я играл понялся и я начал водичка работала что делал понялся понялся то есть мы начали проигрывать очень сильно у нас просто перевес жестокий ну просто ты ботинок играть не умеешь так? в сантехать вот и я короче купил кучу курьеров и начал к работе потом патроны водить очень увлекательная история продолжай очень смешно было не описывался? привет привет может ему это под задницу прописывать если он не будет держать четко тебе нравится? нравится только я в шастик ну ты не в шастик не, ну четко по-моему классно получилось в шастик что? под затыльника дарите? нет повезло тебе что ты его не бил то даже? вообще мне так раз пришло что? откуда? из носа женщина что готовим? у меня все нахватит болонез хватит снимать господи какой ужас ну ничего она скоро привыкнет ты в такой футболке как будто у тебя 56 какой-нибудь размер или что-нибудь такое ну если убрать половиночку табаки я купил справился? да деньги ты что кто-то покакал? кто-то покакал? кто-то покакал? кто-то покакал? смен beneficial Jazz Салфеточки, для Калияна нужны салфетки, салфеточки, салфеточки, ручечки, штанишки. Привет, это Виталий Федорович, что там что-то такое? За своей женщиной-то прибирал его волосьё-то? Что, не держишь её что-ли? Бежал, как говорится-то так. Ты свою держи, она знает, что с душем делать. Я костюм за двадцатку не шёл вообще нормально. Люди костюм за двадцатку на шайбе. Всегда так думаешь, сейчас тысячу раз, блядь, буду. После первого спать охота. Мы ехали к Пушкину, Сега, Егор и я. Мы подъехали, и там шарики, чуваки из дачки торговали. И просто Сега сидит за водительским. Он просто шарик этот попробовал, у него башка вырвала, короче, на улицу. Сегодня летели в самолёте, там женщина. Она туда разложила три иконы. Ну шо, долетим, блядь, по-любому, с божьей помощью. Ещё два папа было. Ну, можно вообще, хоть чё делать было на борту самолёта, в любом случае долетим. Потом ей дали кофе, она, реже чем выпить, она вот так вот сделала. И долетели. И когда мы сели, она прямо вот так вот. Завтра созвонимся. И куда-нибудь пойдём.